Конечно же, очень сложно представить любой оркестр без дирижера. Хотя наверняка многие из нас задаются такими вопросами. Неужели музыканты по нотам не смогут складно сыграть ту или иную мелодию? Так ли нужен им человек, указывающий, где кому вступать и что играть? Но в истории были уже такие сюжеты, которые доказали, что без дирижера между музыкантами обязательно возникают конфликты и несогласованность в действиях. Итак, что такое настоящий дирижер и руководитель оркестра? Какими качествами он должен обладать? Великий маэстро Фуат Мансуров говорил так. Настоящий дирижер должен обладать тонким слухом, остротой зрения. Он обязан быть хорошим психологом. До тонкости знать драматургии исполняемого произведения он обязан также чувствовать зрительный зал. И, конечно же, настоящий дирижер должен быть человечным. И прямо сейчас я хочу познакомить вас с одним маэстро, о котором сложно сказать, что он не настоящий дирижер. Знакомьтесь, это «Биг Бенд» под руководством Артура Оренбургского. Данный коллектив – не первое детище маэстро. В его творческой биографии значатся и оркестр Министерства обороны Республики Казахстан, и эстрадно-симфонический оркестр Акима города Алматы. Настоящий «Биг Бенд» существует в рамках учебного процесса Казахской академии искусств имени Тимирбека Жургенова. И господин Оренбургский возглавляет этим оркестром с 2008 года. По его словам, работа здесь отличается от деятельности в профессиональных коллективах и имеет свои особенности. Потому что все же я как руководитель завишу от постоянного, новое слово, модной ротации. То есть 4 года мы воспитываем музыканта, студента, который потом уходит в свободное плавание. Наши ребята работают в профессиональных коллективах страны, зарубежья. Особенности в этом то, что как бы ты воспитываешь человека, даешь, прививаешь ему все нужные профессиональные навыки, потом, к сожалению, ты с ним вынужден прощаться. Здесь у нас есть свои сложности и преимущества, вопросы психологической совместимости. Дело в том, что я предъявляю очень высокие требования к студентам. У нас присутствует некий кастинг. У меня играют лучшие. И я считаю, что это нормально. Это создает здоровую конкуренцию среди студентов и стремление к росту прежде всего. Только ритм группы, а пройдем кусочек? Соответственно, попасть в Биг Бен к Оренбургскому удается не каждому студенту. В одном временном измерении, да? Еще раз, ребят. К нам поступают только с образованием, ребята. И у нас одним из важнейших требований является и преимущество владения джазовой гармонией и импровизацией. Не все, конечно, импровизирующие и владеющие полностью техникой джазовой гармонии, но, тем не менее, приоритет отдается именно таким студентам. Владислав Нартов – студент четвертого курса. В скором времени он закончит учебу в академии и вынужден будет покинуть оркестр. Придя сюда на первом курсе, он, конечно же, отставал по многим аспектам. А сегодня уже обладает достаточным опытом и профессионализмом, дабы отправиться в свободное плавание. Мы спросили у музыканта, какими качествами должны обладать студенты, играющие в биг-бенде. И вот, что он ответил. В первую очередь, это дисциплина. То есть, это нужно своевременно приходить заранее, за полчаса, и разыгрываться, чтобы быть готовым быть всегда в форме, не говоря уже про собственные занятия. Если появляется какое-то произведение, где у тебя есть соло, или если оно новое и сложное, то его нужно обязательно учить. И, безусловно, наш дирижер смотрит на это. Как тщательно ты выполняешь работу, насколько ты требовательен к себе и к оркестру, и насколько ты сам чувствуешь и считаешь это своим, не знаю, может быть, своим домом, своим местом, где ты развиваешься, где ты находишься. Конечно же, помимо студентов, в биг-бенде играет и несколько преподавателей академии. У каждого из них свои партии, все они несут ответственность за своих подопечных, в то же время оттачивают и свое мастерство. Мы себя ощущаем все коллегами здесь, независимо от того, педагог, студент. Если студент здесь играет, значит, он достоин этого, играть здесь, находиться здесь. Слабых студентов нету. Все подтягиваются абсолютно. Если что-то не хватает, ну, студент есть студент. Значит, ему больше надо заниматься. И если что-то не получается, мы со своей стороны, со стороны педагогов, со стороны дирижеров, все советуем вместе, что надо сделать, как это выучить. Было много оркестров, можно сказать, много дирижеров, с кем я работал, и классического направления, эстрадного, джазового направления. Но сейчас, получается, я работаю в том месте, к чему я стремился всю жизнь. Во-первых, меня полностью устраивает репертуар, который мы играем. Второй момент – это дирижер. профессионал со всех сторон, человек, который сам развивается и, естественно, заставляет всех окружающих развиваться вместе с ним. Вот это мне очень импонирует, нравится. Во-первых, мы играем все в оркестре, я со своими студентами, на равных. И если что-то не получается, мы дополнительно встречаемся. Я все, что могу, делаю для них. С ними сижу, с ними играю, с ними занимаюсь. Готовлю именно к оркестру. Потому что именно здесь я лично сама выросла за эти годы, что я играю в оркестре. Ты растешь постоянно. И это прекрасно. Постоянно Артур Александрович усложняет репертуар. Ну и вот студенты вливаются потихоньку. Разный уровень, но мы стараемся всех подгонять. Именно к оркестру. К оркестру, потому что здесь рост. Биг-бенд под руководством Артура Оренбургского отличается от многих других джазовых оркестров своим репертуаром. И к подбору произведений маэстро подходит так, чтобы удовольствие от них получал сам он, его музыканты и, безусловно, слушатели. У меня довольно гибкая политика. То есть львиную долю оркестровок я делаю сам. У меня есть программа для людей. У меня есть ретро-программа. То есть если я вижу, что в зале определенный контингент, там люди разных возрастов, пожилые люди, я практически даже иногда в процессе концерта начинаю корректировать программу. То есть у меня много, порядка 150 произведений наигранных в репертуаре, из которых я очень гибко стараюсь. Я никогда не буду навязывать людям сложный джаз, модальный джаз, фри-джаз современный. Это все фестивальный удел. То есть там, где собирается публика, который знает, что она будет слушать вот эту музыку. Если я играю на каких-то фестивалях, на площадках, где собираются простые горожане, слушатели, я играю соответствующий репертуар. То есть все очень гибко, и здесь не должно быть никакого давления на слушателя прежде всего. Я всегда с огромным пиететом и уважением отношусь к своему слушателю, кто бы он ни был. То есть мы играем от романцев до казахских кьюев, и при этом играем современный джаз, самые современные партитуры. То есть очень все гибко прежде всего. Вот, скажем, национальный. Особое отношение у Артура казахской национальной музыки к произведениям современных казахских композиторов и возможности исполнять их в джазовой манере. Еще будучи студентом консерватории, я с огромным удовольствием делал переложение, обработки казахских народных песен. Прежде всего, что здесь ротни с джазом казахский мелос, он монодийный, одноголосный. То есть песенность казахская, она одноголосна. Это дает невероятный простор в аранжировке. И в этом, то есть большое подспорье аранжировщику, то есть ты берешь мелодию и делаешь гармонию такую, какую ты считаешь нужным. В этом плане очень-очень удобно работать и практически все песни, любые песни ложатся на подобный репертар, подобный стиль. Господин Оренбургский признается, что работа дирижера хороша по-своему. В то же время, эту работу вряд ли можно назвать легкой. Тем более, если параллельно приходится самому играть, писать музыку, делать аранжировки. Прежде всего психолог. Я должен найти ключик к каждому. Я вынужден, должен считаться с его значимостью, с его заслугами. Это не всегда легко сделать. Но, тем не менее, все по результатам. Если у меня получается сделать хороший концерт, в котором сидят и мэтры, и начинающие музыканты, значит, как психолог, как руководитель со своим предназначением, со своей функцией я справляюсь. И, конечно, это великое счастье заниматься своим делом, творчеством, находить какие-то общие вещи. И когда рядом с тобой коллеги, друзья также счастливы, мы смотрим в одну сторону, то я думаю, что это величайшая вообще данность. Ну вот и все на сегодня. Уверен, после увиденных сюжетов вы поняли, почему в наших краях оркестровая музыка это нечто святое. Здесь любят такую музыку, ценят ее, уважают и, конечно же, хранят. Это была программа Colors of Asia. До следующей встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok